Господа, дамы, с вами старт Рогладит, и мы будем играть в герои третьи. Играли в них в прошлом году, и, конечно, начинаем наступивший год тоже с них. Потому что герои, как известно, навсегда. От души желаю вам самого лучшего, чтобы хмельная беззаботная улыбка, которая уверенно играет сейчас у вас на устах, чтобы она осталась с вами до апреля, и всё-всё было хорошо. А мы продолжаем наши лихие приключения по невероятной, уникальной сюжетной карте «Гонки с судьбой», которая выбрала в себя самое лучшее из кадрового голода «Пути героя» и «Гости из преисподней». Сегодня часть четвёртая из шести. Кто не смотрел вдруг первые три, рекомендую крайне, чтобы по-настоящему проникнуться. Там было очень интересно, Лина разгадывала загадки, делала непростые выборы и, конечно, изящно сражалась. А сэр Кристиан, так и вообще, помолившись, один на целые армии выходил. А закончилась прошлая часть тем, что наш благородный и бесстрашный рыцарь оказался в тёмных мрачных тоннелях троглодитов, где и обнаружил себя во внезапной засаде. Тысяча один инфернальный троглодит и первого победа с потерей 28 крестоносцев. Но я чуть не согласен. У нас со стрелками полный порядок и есть орки для отманивания. Троглодиты, может, их и не видят, но по запаху точно не ошибутся, будут лететь к нему, как чубак на мотыль. Выстраиваем троглоклин и обязательно не торопимся, потому что поспешишь, троглодитов насмешишь, а может, и потом и покормишь. Поэтому давайте аккуратно. Слушай, а может это? Благословение? А оно, как бы, здесь не было бы более эффективно, чем молитва. Потому что зачем нам скорость, 4 атаки защиты, ну, наверное, не такой массивный эффект. А вот убрать разброс урона и добавить единичку, да, именно это эффект благословения, я считаю, что очень даже надо. Орк, конечно, видно, что Сваровский земель не мылся, потому что троглодит, и, видишь, на него бегут прямо кучей дико улюлюка. Кажется, можно воткнуться, 15. А вот оставаться, пожалуй, что и нет. Потому что, видишь, там где-то охотник, но истрон 16. Соответственно, точно проткнут. Как мне это нравится, а? Надо было лучников разделять, но кто же знал-то, да, как бы, осада на то и осада, что оно не говорит, что вот мы сейчас будем вас побеждать. Так, так, так. И вот палатку, конечно, не хочется терять. Ну, не знаю. Может быть, вот эдак здесь полечили. Врубаться? А я как бы и не сомневался совершенно, что мечники с одного удара победят эту Араву. Да, слушай, автор карты, похоже, был прав. Создания эти оказались весьма бесполезными. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Есть. Молодцы. По-моему, мы вообще ничего не потеряем. И это прекрасно. Это как бы сэр Кристиан. Кристаллического дракона я вижу. Здесь какое-то подземелье. Слева какой-то забор. А на заборе написано. А что она записана? А вот написано грибница. Ну, грибов, надеюсь, я к ней проберусь. Иду, знаете, так, легкой, балетной. Ну, конечно. Это поселение троглодитов. Каким бы убогим оно ни было, может послужить хорошим убежищем. Демоны могущественны, но в таком лабиринте даже они не скоро найдут это место. Супер. Главное, чтобы не было второй засады. Здесь никуда не пробраться. Да, вроде бы. Порки-вожди. В принципе, есть у нас еще запас по морали. Поэтому троглодитов почему бы и не взять с собой. Эти, надеюсь, нас не предадут. И тут похоже, что и все. О, посмотрите, какая милота. Там феечка, триландер, троглодит около костерка. О, это прям мне нравится. Такая пасхалка. Интересно, что там в хижине провидится. Аулины, улины сферопроливного дождя. Угу. Требуют за проход. Конечно, так весьма не по-божески. Куда бы нам высадиться? Джины, храняющие драгоценные камни. Ну, по идее, не лишние. Товарищи, наверное, мы успеем еще. Успеем. Да, надо высаживаться и нападать. Хорошо, что мы взяли с собой 40 грифонов. Все-таки совсем без войска было бы трудно. Так, так, так. Наверное, вот эдак. И сейчас посмотрим. Кстати, боятся. Доверимся в тобой. Духу уныния. Зачем он нам? Не знаю. Ладно. Скорее всего, точно нужен. И мы потратили целый ход на дух уныния. И 3... 400. Тут тоже как-то это, а. Как-то много. Аккуратненько, мне кажется. Сможем пропустить удар. Все с этим в порядке. Не боимся. Более так вольно делаем построение. Ну и раз мы с тысячей загладиться справились. Думаю, здесь тоже проблем сильных не будет. Обождали. Надо стрелять только потому, чтобы не потерять никого. Да. Помолимся. Сейчас же явно у нас будет удвоение маны. Кстати. Кстати говоря, благословение-то и правда было бы лучше. Угу. Ну это прям вот очевидно видно. Глодит. Боится. Чего боишься-то? Глаза-то едят, а троглодиты делают. Да, видимо, не про этих ребят. Монахи. Сжигают. И наши мечники врубаются. С одного. Молодцы. Так, так, так. Два. Здесь чуточку больше. Хорошо. Там тренировка какая-то идет. Даже несколько боязно. Тык и тык. Блестяще. 3600 опыта, но, конечно, крестьяну это уже никуда. Да, удвоение маны нужно. Это замечательно. Кузница. Между прочим. Ммм, баллиста. Слушай, а ведь, наверное, баллиста я мог купить еще... Мммм... Баллисту я же мог купить, наверное, еще в Белом замке. Помнишь тогда давным-давно? А я что-то, видимо, не подумал. Не подумал. Или нет, это был какой-то хитрый, наверное, такой момент. В принципе, орков там можно, наверное, и оставить было бы. Но можно и с собой взять. Но морально сильно не влияют. Не, линия, наверное, баллиста не подошла бы. Она же там, по-моему, кидала всякие ослепления и прочее. В общем, всему свое место и время. Вижу морских змеев. Здесь небесный свод. А, там, правильно, на дождь. Да. И морские змеи охраняют. Видимо, нужно как-то вот в обход идти. Хорошо. Многовато времени тратится. Прям ужас. Ужасть какая-то, но что делать? Что делать? Да, естественно, набрали всех подряд, поэтому дух уныния будет работать. Кристаллинические драконы нам без надобности. Казалось бы, тракеты закончились, но нет. И здесь уже поражение. Победив 1400. А, 238. С 2000, да, поди? 2000. Будем, наверное, так же действовать. Тут мы толком не расставились, но будем уповать, наверное, на баллисту. Так, хорошо. подходит у каждого по всей жизни копьё. Маленькие ёлочки в честь Нового Года. Так, Рэс, Дэрэс, Дэрэм. А, без прямой стрелки, конечно, совсем как-то грустно ходить. Врубаться я, наверное, пока побоюсь. Силовое поле нету его у меня. этим всё равно. Эти ничего не боятся, потому что они на ожидании. А вот сейчас самое время, наверное, как-то отбежать. Куда вопрос? Погорцевать. Так, вот сюда, чтобы они всё-таки не добежали. Подманились, но не более. Запах конины их манит. Момент. Ага. Подождём чуть-чуть. Урки мечут топоры. тоже урон какой-никакой всё-таки есть. И это хорошо. Вплотную подходит. Что же будем делать дальше-то мы, а? Ну, сейчас, смотрите, баллисты прям начинают по-настоящему докучать. Замечательно. 7,6 на 132. Хех. Так наши-то вон какие, а ваши-то вот какие. Здорово. 154. В принципе, можно. Совершенно, мне кажется, безопасно. Ещё с минус удачей. Вообще здорово. Так, наткнули. 120, наверное, бессмысленно. А мечник сейчас не хрубится. А тех победят наши троглодиты. Казалось бы, да? 76 троглодитов, ну, вообще ни о чём, да? Только пушечное мясо. Но нет, друзья, у сэра-крестиана каждый отряд стоит десятерых. Ух, победа, если честно, не то, чтобы напрягся до 1666. Сэр-крестиан падает духом. Почему? Почему? Почему я этого не понимаю? Здесь сказочный дракон, это обратно. Тысяча этих тоже бессмысленно. Забывчивость-то есть, только вот вопрос, а действует ли она на действует ли она на элементалей, которые тоже водяные? Вопрос даже без физмига решается. Разделимся, потому что явно будем набегать. Ну, поехали. Слепление тоже не пойдет. Всех трогликов забирают. Нет, вы знаете, троглодитов у нас к ним было пренебрежение, когда они были врагами, но когда они наши, свои, союзничьи, мы будем за них драться. Не знаю, по идее закрывает, закрывает, если орки еще сюда, так вот это, да, то есть их тут шесть штук. Кажется, надо все-таки подставиться, да хвост очень опасный, по горлу полосанет и все, вот, неудобно будет. Чуть-чуть я, чуть-чуть. Ну да, естественно, это было бы глупо, вот, пришлось бы перестраиваться. Два, и урон один, ну, кстати, не сильно много, а если помните, то у любых лучников, за редкими исключениями, урон вблизи становится гораздо-гораздо меньше. а урон вдвое, вот. Слушай, ну, в принципе, все хорошо, да, я, наверное, бы все-таки подставил бы нашего товарища, на всякий случай, чтобы, знаешь, не потерять там ненароком кого-то. Шагладицы, да они боятся, пойди, чай. О, вот про то, что я говорил, поползли, а это наоборот сюда, крест-накрест. Хм, занимательно, занимательно. Баллиста прям начинает показывать красоту, мне это, конечно, безумно нравится, вот. Даже, даже не мечтаю пока о пушке, но тоже так, немножко думаю. Ух, победа, кто бы мог подумать, да, 122, здорово. Грибницы, ничего не построишь, на самом деле, кроме троглодитов, там ничего и нет. Ксерон бесится. Тиродеев я мог бы победить, мог бы с забывчивостью, наверное, не хочу, наверное, как бы побоюсь, и страшно, и вообще. Они в близости рубасят только так. Красная палатка, зачем она здесь? Зачем она здесь? Может, просто как блок, чтобы мы не могли сразу пройти? Непонятно, ну ладно, посмотрим, поглядим. Вроде никуда я не заплутал, здесь вон скорпикоры же. Скорпикоры плохо, они очень быстрые, и почти, наверное, кого-то нам победят. Почти точно. Ну, а что делать-то? Не знаю. Уповать на минус мораль. 17. Здесь главное контролировать, в кого они будут въезжать, потому что они очень быстрые, и если им не подставить соответствующую жертву, то они попросту, попросту подождут, и потом выберут ее сами. А если подставиться, да, так чуточку, то как раз должно получиться. Соответственно, орки, похоже, пришло ваше время, сейчас подумаем, как аккуратненько. Ну да, видимо, тут вот эдак, не, нам коня тогда побеждают, коня побеждают, орка давай сюда, а коня вот так вот, тоже, 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 10 котеечек-то, вряд ли, вряд ли выдержит. Может, конечно, уже срок пришел, но нет, я пока не готов с этим мириться. Все, замечательно. Теперь у каждого прописано, как говорится, кого он конкретно будет бить и кусать. Все, этот здесь, этот нижний, этот верхний. Да. Троглодит, орк, и тот, видите, как раз подождал. Зажигаем, раз, два, очень хорошо, и врубаемся, желательно, не подставившись через меру. А хотя, хотя да, вот коннику точно не страшно. Ого, еще и здесь. Конечно, такое чудище, домой привезти череп и похоже, что нет, шесть. Супер. И какой-то паралич, болезнь подземную. Гарпий. Гарпий многовато, наверное, тоже бессмысленно. Сейчас поглянем. Я останусь здесь, продолжу опыты. Еще раз благодарю за спасение. Удачи тебе, но осторожно. Жители Снегов не так-то и радушны. Хорошо, хорошо. Рад, что отдал чародея. Не рад, что он нам вообще не успел помочь. Да, он только с джинами посражался. Ладно. Здесь никаких фортов нам не построить. В башне. Хотя бы, кстати, да. Ты же выучил? Да, выучил в порядке. Ослепление. Все равно бесится. Бегает там туда-сюда. Забавно. Гарпий можно, но многовато. Ага, и мы вышли тут с кулаком мокро. Какой? Там же... То есть, рады вас видеть. А это, видимо, дезертиры. Да? Скрывались. Форт на холме не выйдет, получит, не получится. А, не хочешь бить гарпий, бей чудищ. По-моему, чудища даже попроще пройдут. 14. И трое из них посеребрены опытом. Что, на заклане отдадим? Как ты думаешь? Этот и приманит, и отдаст. Ей должно все быть в порядке. Эээ, когда раньше у нас была небольшая армия, можно было терять, а тут, тут совсем нет. Отземные медведи внушают ужас у нас. Даже минотаврам портят настроение. По идее, сейчас, смотри, мы сделаем, помолимся. Подождем. Орков, к сожалению, нужно терять без соображений морали. Зато сейчас мы будем как нарасстреливать? Ну как? Ну как-то да. Так себе. Ну что ж. Один. Здесь 0-1. Каждый. Отлично. Слушай, а ты сможешь 1-2 победить? 115? Мне кажется, да. Оп. Ну, отожидание было выше, поэтому все получилось. Раз, два. Врубаются, не боятся. И сейчас будет у нас новый ход. По идее, по идее мы успеваем настрелять и добить. Класс. Будто бы не чудища это были, а прям какие-то глиняные фигурки. Здесь хода я не вижу. И опять красные ворота с демонами и фритами. Зачем? Зачем? Непонятно. Шарь-крестьян похоже, что готов уже выбраться на поверхность. Да, как-то опять получается быстрее, чем Лины. Лина где-то застряла, но тоже скачет. И здесь пустота. А, нет, подожди. Не совсем пустота. Я же могу, наверное, корабль, да, вызвать? Вот сюда прям. Могу же? Он через скалы. О, перебрался. Это хорошо. Поплыли дальше. Бедняга. Мне прям его жалко в этом неделе кузнечика. Высадка запрещена, наверняка, гласит этот значок. А может быть и нет. Здесь стражи прохода один за другим. Возможно, нужно будет побеждать их последовательно. А медуз мы, кстати, не боимся. Знаете почему? Потому что забывчивость, та самая, которую мы под сердцем носим уже очень давно, вот сейчас она сработает. Делаем раз и каждый из отрядов, каждая медуза забывает, что умеет стрелять. Ну вот такое вот бывает. Вышли на поле боя, вертят в руках лук и такие ээээ, что происходит? Тут-то мы их как раз и поймаем. Странно, что у нас со скоростью такие нелады. То есть все ходят позже медузов. Ну ладно, ничего страшного. И я боюсь, что даже в рукопашку сейчас они нам могут что-нибудь показать. Поэтому как насчет некоторой молитвы все-таки здесь сюда. Вот ты молодец, Прямо стахановец. Опять доползают, но мы чем-нибудь другим победим. 17-19 можно. Проглади ты. Дороговато. Стань на всякий случай. А еще это нас радует. 95 медуз. Супер. Блестяще. И вот он выход. Похоже, это тот тоннель, что выходит гнездовью золотых драконов. Если внезапно выскочить, они наверняка не успеют среагировать, но обратно уже точно не пустят. Окей. Ага, то есть получается туда сможем, а обратно уже нет. Все ли мы успели в подземелье? Ну, на первый взгляд оно такое небольшенькое. Максимум 30 траглодитов можем еще добыть, но наверное это не так критично. Кристиан. Вот не знаю, может быть стоило погулять еще пару дней, потому что Лина не поспевает. Видать пару ходов лишних потеряло. Коль хочешь ты снега пройти, где магия соседствует с наукой, добудь до сферы неба и воды, пусть это будет для тебя порукой. Вот вода собственно, да, видимо, или это лед. Руины. Даже не знаю, что хуже, тащить тяжеленные латы умирает инфернальные жары, или читать бредовые стишки на таком морозе. Демонам то холод помехой не будет и скоро они найдут меня и здесь. Надо торопиться. Ой, прям нагнетается напряжение, вот прям чувствую я, что каждый неверный шаг и все, и конец. И собственно в землях варварах вы видели, что Ксерон там черными драконами практически нас и настиг. Здесь много стражей прохода и разных элементалей. Символ знаний. Ну, видимо нет. Подождя здесь, это же там наверняка фамильяра нам улучшит. А, этот страж отличается от других и проходим мы просто так. Ну, ифриты конечно же не в счет. Давай сначала на ран туда сбегаем, да? Помидорка застоялся у нас в стойлах. Фрицев испугались. Нет, я хочу вас победить. Вдруг, вдруг да что? Вдруг да как? А мы первые ходим. А у них нету огненного щита. Ха-ха-ха. Пираться и помидорку не подставлять. Ну, пираты не знаю, там нам сказали вот докуда-то добросить. Авось, авось что-то и выйдет. Минотавра, видите, не боимся. 15 в самый раз. Делаем раз, кусь и два. Супер. Опыт не лишний, к сожалению, ничем нас не наградили, но кто знает, кто знает. И сэр Кристиан, честно говоря, я очень ожидал, что будет какой-то проход в горах. Вызвать корабль на расстоянии нельзя. Видимо, жги. Я не знаю. Змеев победить нет. Или это ловушка, кстати. Не, вроде не ловушка. Смотри, видишь, тут же оно что-то есть. Ладно, потом посмотрим. Если что, все будет хорошо. Я готов. На сей раз старик был неожиданно тороплив. Скорее, я ждал тебя и подготовил ритуал. Ты не пожалеешь. Скорее, проходи в хижину и помести фамильяра в пентаграмму. Мы переведем его на новый уровень существования. Без предупреждения старик начал ритуал, призывая куда более жаркое пламя, чем в прошлый раз. Пламя объяло демона. Сгорев дотла, он рассыпался пеплом, но огонь и не думал стихать. Вскоре из пламени появилась новая плоть. Ифрит. Линия сюжетная помидорки нашего фамильяра. Мне прям очень нравится. Никогда такого не встречал. Ну и Ифрит это уже звучит гордо. В ящике пандеры, между прочим, корона зубов дракона. Я был готов к очередному нападению в засаде. А тут вон какой классный артефакт. Помнишь, нам мак говорил, что этот символ знаний нужно его беречь. И мне кажется, нужно тыкаться не во все, а попробовать воздух открыть. Да, символ знаний. Верно. И по идее, я очень надеюсь, мы победим сейчас их и видимо сферу этих небес. Да, сфера небес. Чувствую себя прямо Шерлоком Холмсом. Конечно, начал понимать логику этой прекрасной карты. Но еще понятно, не говори гоп. Даже хватило ходика для погрузки на корабль. Змеи? Я, честно говоря, не помню. Смотрите, сказал вам пират. Кажется, это те самые твари, что утащили нашего капитана. Парочка. И весь вопрос в скорости. 9. А у нас 10. Замечательно, значит, сможем без потерь. Я от единички разделил. Ну, так, на всякий случай. Вдруг там аспид какой будет или еще чего где. Помидорка, давай, рвись в бой. Жух. 32, а получил 33. Ну, ладно, ладно. Только с очень низкой удачей мы могли бы не закусить этим товарищем. А так все получилось. Я пошел капитана. Подожди, а вместе с этим вот ожерельем. Да, шляпа адмирала. Так это же здорово. Это ж мы можем кораблики вызывать и на сушу с корабля переходить, теряя лишь немного очков хода, нежели чем весь полный на разгрузку. Здорово, здорово. И в водоворотах тоже не будем никого терять. Правильно. жалко небесный сход, но наверное отдаем. Здесь высаживаться наверное бессмысленно, подземелья нет, поэтому сюда пропускаемся и по идее Кристиан сейчас как-то хитро передадим, вызовем кораблик и поплывем вдвоем. Не бросать же его здесь, верно? Вроде не должны. Вроде не должны. Не доскакали чуточку. все равно пошел в обход наш нас бить. Так, снимай кулончик уныния. Здесь вот так вот можно. Ну, я просто думаю, а кто будет бить-то этих минотавров, королей? Наверное Кристиан более логично. Уныния я не помню, действий на них нет. У них всегда хорошее настроение. Так что так вот здесь сюда. Кулак Угра практически собрался. Не хватает еще двух элементов. Ну, то есть практически. 50% выполненного дела, скажем так. Подходим аккуратно к кромочке, вызываем и плывем. Тут еще ворота задания. Бдительный страж. А, приняв статуэтку, страж пропускает вас. Хорошо. У нас же два стража, да? Да, о, хорошо, что сейчас мне отдался артефакт. Вот это было бы, конечно, номер. Мы отдаем шляпу адмирала, потому что крестьянов все равно осталось мало ходов. Он сейчас спешивается, в смысле, с корабля на бал, да? Алина, Алина, как раз у нее останется ходы для того, чтобы побежать вперед. Ну, и там поживиться свежими бракодинцами. Тапки, наверное, так, на всякий случай. Здесь ну, снял, ты воюй, наверное, да? А потом отдадим обратно. Да, вот, так будет правильно. Главное, чтобы места нам здесь хватило. Вроде, вроде должно. Вечно довольны. Давайте посмотрим. 60 штук. Ну, ну. Под закрылись, к сожалению, лучников не сможем улучшить. Да, для этого нам что, нужно как-то вернуться? Может быть, может быть, однажды. Конечно, помолились, потому что скорость у этих ребят потрясающая. Бегут, топочут, в снегу прям увязают, уверен, что по колено. Такие тяжело вооруженные. Ну, посмотрите, доспехов там только килограмм на 30. Да и сами минотавры, они 2,5 метрового роста. Не знаю, как они проходят у нас вообще в подземельях. Увязнут, уверяю вас, очень-очень сильно. Так, а тут вопрос скорости. У нас 8. Вроде да, вроде все получается. Без молитвы нет, ни в коем случае бы не получилось. И, по идее, да, выгрузка прошла успешно. Мы потеряли добрых количеств ходов, но не полностью, благодаря шляпе адмирала. Надо, наверное, брать все. Конечно, 26 уровня, 17 есть разница, большая разница. Да и магия воды именно здесь при нашем наборе колдовства оказывается гораздо выгодней. Ну, что ж. Так, ушующий огонь бессмысленный. Нет, тоже как бы, ну, без воды никуда. Лата, гаснущик, светил, пусть пригодятся. Даже баллисту снарядили. Да я же не знаю, что там дальше-то будет. Снега эти все. Снега. Вот так вот, наверное, все-таки. Вроде неплохо все. Вроде неплохо. Скроешься гномов. Я думаю, пинком просто открываем. Конечно, пять тысяч золота. Внезапно всю долину заполнен жуткий грохот, усиливаемый горным эхо. Гроза? Небо же совсем чистое, удивился сэр Кристиан. Или пушечный выстрел, добавили вы. А может быть и то, и другое. Что ж там интересно такое грохочет, а? Скалы ворочает. Здесь чародеи и Жозефина с ассортиментом големов. Слушай, а сэр Кристианом не сподручнее ли будет их побеждать? Богословение, молитва. Вроде должно быть попроще. А что-то демоническое происходит, даже боюсь смотреть. Жозефина нас не нападает, и мне кажется, это ее будет ключевая ошибка. Хорошо, что наши герои воссоединились, теперь можно лишь собирать армию в единый кулак и использовать преимущество двух ходов. Немножко снизить силу заклинаний, думаю, будет не лишним. Ну и подавлять големов, да, наверное, бессмысленно, поэтому кольцо я тоже снял. Да, тут и так хорошо, и так неплохо. Забывчатый, ну пусть будет, пусть будет. и давайте скорее нападать. 2317, ага, но ни одного стреляющего товарища, кроме пушки. Ослепить ее, конечно же, нельзя. Давайте помолимся, и может разрушить ее издали. Знаете, как-то после гурнисона, сколько у него там была атака, под тридцатку, да, и баллиста улыбила под 500, я как-то стал... О-хо-хо, отдай до фокуса-то, а! Жозефина, молодец. Забавно, что она накинулась не на лучников, а на троглодитов, но, наверное, наверное, ей видней. Может, у них это особо, как-нибудь там, строганину они делают. Фу, прям сказал, и даже страшно стало. Тыкай, мой друг. Он, кстати, должен был победить. Ну, ладно. Защита, видать, хорошая, и навык брони, видимо, тоже присутствует. Минотош, 3-5, мало. Так, если сюда. Все отлично. Все рассчитано, ребят, все хорошо. Вы даже не думайте. Одного. Опа! 30 обратно. Ну так, ну так, опасно, опасно. Можно бы этого накусить, а вот мне кажется, да, смотрите, было 5-10, а стало 12, потому что благословение на экспертной магии воды добавляет единичку. Это прекрасно. Никого не потеряли, накидка скорости. Ну, кстати, хорошая. Кстати, хорошая. Кстати, сиродеи. Присоединяться, может они какие-то там, не знаю, может нет. Ну-ка, их 47, 47. А вот сейчас мы это все-таки сделаем. Давно мы об этом говорили. Каменная кожа. Ну, хорошо. Подходите. По одному можно кучей. Золотого лука не хватает. Нам не хватает. Быстрые, опасно, строптивые. Чародеи. А то они есть. А мне кажется, не сможешь победить. Смотри, 12 в ближнем бою. Да, у нас 24 защиты, это вообще никак. 37. А 34? 34 уже был бы все хорошо. А Минотошка выдержал, а ты нет. Ладно. О, здрасте. Гражданин Салмир. Армия небольшая, но мне кажется, снежные шпили. Мне кажется, без вариантов. Обязательно нужно взять, а вот эту штуку. Ну, кулончик на отражение магии. Вы с детства слушали истории о великом народе снежных вершин. Это удивительный край, где магия и технологии развиты до небывалых высот. Но сейчас что-то гонит подземных чудищ на поверхность, и они обживаются здесь. Снежным владыкам явно не хватает ресурсов, чтобы продолжать свои исследования. Занимательный. Это видимо тролли, да, как раз здесь выбрались на поверхность. Вперед. Потери сильны. 35 силы заклинаний. Если бы не надели кулон отрицательности, который запрещает цепную молнию, а я вас уверяю, цепная молния у Салмира есть, тогда, наверное, было бы нам не сдобровать. Такая же тоже больно, но все-таки в меньшей степени. Слушай, а может забывчивость кинуть? И чего? И все у них будет это. Вместо великих магов окажут только дедушки с клюкой. Еще и с уничтоженным мостом. Скорение было не здорово. И благословение тоже как-то не очень. Ай, проглоди ты. Оставьте, оставьте хоть парочку. Как они все прям накинулись. Так знают, в чем сила-то, а. Знают. А мы их, по-моему, расстреливаем за один ход. А вот просто, без затей. Ха, класс. Класс. Не, забывчивость, это прям, это прям здорово. Смутровая башня, прям рука тянется. Потому что, ну вот прям тянется, наверное, рука. Потому что, особенно в сюжетной карте, это крайне-крайне важно. Есть какие-то титаны, страж прохода, тюдер, мишки, здесь водоворот. В общем, есть чего поделать-то, а. Есть чего поделать. Красная, кстати. Говоря, есть синяя палатка. Где красная? Непонятно. Библиотеку сгонять тоже всегда приятно. Вопрос, вопрос такой, конечно, с подковыкой, насколько быстро мне нужно все это освоить. И, насколько верно выстраивать приоритеты. Большой вопрос, потому что хочется, конечно, все. Так, как насчет, наверное, чего? Троллей победить. Или, блин, может, как-то немножко подсобишь или пойдешь воевать? Даже не знаю. Воевать хорошо. Подсобить тоже можно. Тролликов? Тролликов. А, нет, ты должен сначала заскочить, наверное, в замок. Да, здесь разогнаться как следует. Да, грифон, конечно, тут дело ясное. Лина, ты, кстати, сможешь? 140 остается. Нет, надо подойти будет самому. Я решил, что Лина пусть побегает, посмотрит по кругу, а Кристиан нормально подразгоняется. Вот. Пират, опять же. Зачем нам пират был нужен? Может, как-то его сдавать потом, или уже мы пришли? Непонятно, непонятно. Помидорку, да, помидорку Кристиану мы уже доверяем. после всего, что с нами было. Раньше помните, когда только встретили его, он висел такой с обнаженным торсом на цепях весь. Да, а сейчас мы уже вот помидорку готовы ему отдать. Смотрите, как заколю. Даже испугался. Ну, надо же. И про... Ух ты. Только силой баллиста. Здесь неистащимая телега дров. Зачем? Башни Слоновой Кости. Там, если не ошибаюсь, нужно магов побеждать и дают тебе чародеев. Что тоже хорошо. 9-9. Я посмотрел на траглодитов, чтобы их выгнать, но, как бы, случай совпал так, что разгоняться дальше нам не нужно. Да, надо остановить ман, надо разгоняться и следующим ходом будем побеждать троллей и, скорее всего, Слоновой Башней тоже идти. Вот. Неделя Барсука как-то потрясающе часто эта штука выпадает здесь. Ну, ладно. Можем построить стену знаний. Пират нет, не нужен. Траглодиция. Да, да, наверное. Ну, а чего, все равно, как бы, из-за минотавров там не получится суперморали. артефактов стало много, стал тратить на это время, но считаю, что это необходимо. Налетай. Наш столб, наши камушки, наш забор, наше все. Узнаю троллей. Тролли, конечно, могучее создание. Регенерируют у них 40 жизней, скорость высоченная. я боюсь здесь без потерь нам не обойтись. Забыв, что, к сожалению, не действует, чтобы они подумали, что, ой, мы не тролли, мы на самом деле крестьяне. Тут, к сожалению, так не получится. Да, вот здесь, наверное, так. Смотри, 7 мы высекаем сразу. Надо было разделяться, но кто же знал? Кто же знал? Побеждаем, по идее, троих. Да, может быть, даже четверых, если с грифонами. Сейчас поглянем, посмотрим. Может, и без потерь все пройдет. Вот внизу, конечно, сейчас замечательно. Судного удара, красавчики. 10. Внизу силовое поле бы сейчас организовать, но вот нету. Так, так, так. Давай вот сюда. И со скоростью нужно будет сейчас внимательно. Троих. Тут грифоны. Ам. И все получается. Даже так. 5000 опыта. Сейчас мы пойдем, наверное, в эту башенку. Башенки надо дусть чародеев, поэтому нужно пустое место. Вот. Совсем пустое. Сюда так. Тележка тоже пусть будет. Сапожки, тапочки. Угу. Да. Теперь, смотри, сэр Кристиан идет многому учиться в библиотеке просвещения. И слоновую кость. Готовы или нет? Слушай, мне кажется, по идее, там должно быть без проблем, да, с молитвой двоих. А, ну тут их, тут их очень много. Вот в чем дело. Я, конечно, мог бы забывчивость, но эти ребята, они рукопашные могут задать жару. особенно нашим лучникам. Поэтому, поэтому нет. А, и мы, по-моему, не побеждаем всех. Ууу, сейчас все равно парочку, парочку придется потерять. Жалко, жалко, жалко. Выстрел еще один. Надо было потому, а этот сюда. Аааа. Так, спокойствие. А если вот так, так мало. Так мало. Нет. Ну вот как раз они эти два искусто-искусных арбалетчика и потерялись. Сыграли как автобой. Да и бог с ним. 12 чародеев. Вот это да, это я понимаю. Лина собирает 4. Честно говоря, ожидал как-то, что тролли побольше понесли. Ну не знаю, там может там титанов каких-нибудь строить или что. Целая гора. Ну нет, так нет. даже не представляю, что Страш Прохода может требовать, потому что там явно Пандоре что-то прекрасное, Титаны, там, Чародеи. Ну что-то хорошее, я прям чувствую это. Теодор, Теодор Страшен. Че не можем построить, никуда не получается чудищ. Хотя чудищ да, можно было бы победить и пушку подзаиметь. Возможно, слишком я внимательно рассчитываю ходы, но предыдущий наш опыт подсказывает, что здесь это не лишнее. Че, Лин, отпустите чудищ побеждать. Отпусти, уж пожалуйста. Уж, уж, уж смилуйся. Так, подавление. Здесь вот эдак, четырех троглодитов нет. Помидорку бы нашего не забыть, а то вдруг нас сейчас какой-нибудь водоворот судьбы вновь унесет, а нашего главного второстепенного персонажа, Кристиан, прости, помидорку я встретил раньше тебя. Мы его забудем. Так, все хорошо. Еще вот эдак. Ну, чтобы ману остановить как следует. И сидим, ждем. Лина. Сто. Вход в обитель невозможен. Сотню. Это что-то много. Нет, на габан, конечно, тоже там выдает кредиты как надо, даже без потерь. Восемь. Ну, там максимум, по-моему, тридцать два. Ну, в общем, нет. Без вариантов, без вопросов. Интересно, что же здесь за стражи прохода-то такие. Ну, сто это прям так солидно. Хотя, мало ли, может, сейчас там будет нагабанк на нагабанке. Забыли мы, честно говоря, надеть перчатки. Ничего страшного перед сном. А здесь сто кристаллов. Да где вы такие цены-то видели-то вообще? Я не знаю. Хотя, вот смотри, наверняка медведи охраняют. Прям вот я вижу по глазам их раскосым и меховым объятием штук 30, наверное. Никак не меньше. Поменяться и нападать. или маленько отойти. Теодор нас не замечает. Прям подчеркнуто. Ну, там писали же, да, что-то, что эти твари лезут на поверхность и, в принципе, нет дела до нас, до наших мелких развлечений. На медведя я пойду? А шо? С баллистой и без испуга. Ведь медведь будет один, а я с другом. Шляпа капитана. Ну, а что? Модна в этом сезоне? Чудища. 13. Ну, не, у нас опыт-то есть уже, тем более, тактика. Главное не подставляться. Хотя, вот тоже как-то это получится или нет, непонятно. Помолились, подождали. Жажда крови, я ожидал от тебя другого, я хотел замедления. А чародеи, да, умеют это накладывать, даже на ауткасте, где вроде как не у всех оно есть, но да. Не побоялись ничего, сейчас будут врубаться. Ага. Ну, естественно, будем врубаться. Сожгли, подстрелили. Тут, видимо, только раз, два, и на то же, а ты можешь, до сих пор, красавчики, до 400 урона. Опасно, опасно. Можем потерять. Так, здесь идет, наверное, выстрел. Грифон, один, два, три с двадцать пять. Нет, тут только с удачей. Очень крепкое надо. Ждем. Стреляем. Слушай, да может, благословение кинуть уже и не заморачиваться. Да страшно как-то, сами понимаете. И даже еще розовочек. Молодцы, молодцы. Прям перевернули мы в пищевую цепь. Это нам нравится. Собирай. Три. Птица восприятия. Могущественный волшебник требует ее. У нас же были всякая бесполезная фигня на Орленый взор, да? Или это были, да, это были, наверное, бдительный страж и познание. Они все были нужны для квестов. Птичку мы не нашли. Где птичка? У меня нет птички. Ладно, ладно, посмотрим. Да не, ну конечно, надо всех брать. Теодор явно там и с магией дружит, и с чем только еще нет. Колечко. Примеряем. И нас на мораль хорошо, в дополнение особенно к нашему клону разорения, но я чувствую, что магия здесь будет стоить гораздо дороже. взяли пушку. Что, готов ты? Все вроде взял. Да готов, готов уже. Запускайте. Не гневите меня, чужеземцы. Если жизнь дорога, проваливайте. Мне нет дела до своего народа, не до ваших мелких забот. Будущее лишит все смысла. Дед, таблетки прими, не грустин. Все будет хорошо, сейчас тебя выпарим и отпустим. Стал тоже тут жути нагонять. 23.15 атака и защита. Ну, такой нетипичный бракодинец, конечно, совсем нетипичный, но сила заклинаний понятно, 38 была. Сейчас 24 благодаря нашим артефактам. Ну, тоже солидно, если там цепная молния, то как бы все, пиши пропало. Выстраиваться будем, наверное, троглоклином, и колдовать забывчивость, пожалуй, что? А на титанов забывчивость не действует, на них не действует все, что связано с магией разума. А вот такие вот они. То ли слишком большие головы, то ли шлема, все-таки не просто золотые красивые, отражают чего. Поэтому, как бы нам не пришлось кавалеристам их закрывать. Мы не можем как-то построиться нормально. Вроде ничего, вроде вышло. Кидаем забывчивость, степления тоже не будет. Раз, встаем, у них первый ход, а вот тоже забывчивость, вы поглядите, ааа, замедление. Повезло, повезло. Забавно, что забывчивость тоже умеет Теодор колдовать и нашего кавалериста. Увы, прощаемся с ним. Мы думали, что они будут к нам подползать, а мы по ним стрелять. А вот получается, что как-то нет. Но у нас недаром есть магия воды. Сейчас как налечимся и будем показывать класс. Да нет, наверное, кстати, можно чуть-чуть выбежать, да, чтобы стрелка была наиболее прямая. Еще разок, ну, только в рукопашную, друзья. И чувствую я, среди вас нет ни Д'Артаньяна, ни Боярского. Поэтому вот так вот сюда как-то. Дурмития-то всегда хорошо, но больно. Знаешь, у нас 27-26, у меня 23-15. То есть тоже как бы так вот не особо. 4-8. Страшно, страшно пока. Нужно проредить наши, проредить отряды врага. Мы лечимся. Очень важно не снятие заклинаний, потому что оно бы сделало диспелл на всех вообще. И в том числе на врагов. Мы этого себе позволить пока не можем. Расстреливать как-то получается не очень сильно, да, потому что ооооооу ауууу столько всего происходит. Я прям прям не успеваю. То есть там яростные Наги, замедление на нас и Титан, собственно, которого мы так страшно боялись Он вот испужался Ушка 15 архимагов Это да, это да Зря вышли, надо было стоять оттуда Стрелять и подождать этих Мы что думали Титаны как-то попроще будет Сковырнуть, а вот, а вот видите-ка Твоя неуёмная Твари неуёмные Наши Минотошу победили Минотошу победили А почему по этим магам так хорошо Бьётся, потому что на них Френзи ярость висит У них защиты ноль Минотона потеряли Минотона Страсть как жалко, ну ладно Бабах Здесь вот как бы в нагов рубаться Хорошо, а в этих А можно и в тех, и в тех Это здорово Потери, потери Куда ты это пошёл Бах Всё, вроде бы Да у чародеев Силы заклинания там Три, по-моему Или что Вот оно, собственно, и отошёл Победа есть Но победа, конечно, непростая Вообще Честно говоря Ну ладно Ну как есть, так есть Мне кажется, я лучше бы мог Слушай Титаны А там гора О, так подожди Кристаллички драконы Явно охраняют Кристаллов Кучу Или они вообще присоединятся И будут нам их приносить А титаны Ну, чё они там Стоят-то просто так Там явно Гора самоцветов Прям вот гора Не замечательные Сказки народов России А Много-много Ресурсов Которые помогут нам Отворить дверку Всё, класс Сейчас будем Разбираться Угу Лина Капитан Сэр Кристиан Кстати, нужно Сапоги странника Был бы, наверное, тебе Отдать Да Чтоб ты по снегу Поелозил Как следует На салазках Или сюда Лучше Не, наверное, вот так Да Будет попроще Лин Подскочи, пожалуйста Подразберись Здесь некуда идти А он направо Дорога обрывается Посветить бы, на самом деле Вот и в башенке бы всё И всё стало бы понятно Угу Так Сюда Угу Ну, чтобы Очки хода были Ну, примерно равномерные Там, плюс-минус Всё, осталась Лина С одним своим фамильяром С помидоркой Можно Магу по фамильяру Своего отдавать Маг в башне Радушно приветствует гостей Проходите Прошу вас Вы чужаки Так? Не бойтесь Этот анклав Инферно Давно заброшен Только стаи чертят Блуждают туда-сюда Что-то строят А что-то ломают Я хотел сказать Что Лина может Расставаться с своим фамильяром Но только на короткий срок Так А здесь у нас Филитопалатки по-моему не было нигде Анклав инферно Да, пурпурный точнее А тут красная Зачем нам красная палатка? И здесь много-много драгоценных камней Если не у титанов То тут точно И там ещё лаборатория алхимика Что позволит нам наменять Недостающие ресурсы Драгоценные Один Какой-то плевок в душу Как раз необходимые Необходимые Драгоценные камни Побеждаем Даже не замечаем Кристаллические драконы Вот тут уже я уверен Развалим их Четыре штуки тем более И будет сто кристаллов Вот здесь прямо Вопросов никаких Хорошо, что они знаете Такие плотные товарищи Двуклеточные Но Можно будет отгородиться Как следует Подставив Ну минотавров Кажели Но их уже не семь Сами понимаете Их уже не семь Вот Вот так вот, пожалуй А вот минус удачи Только одного Да Галко Пришёл уже век Видал как, а? Выбрал Баллисту Благословение Очень люблю Посмотрите Как садят Как садят Молодец Ещё разочек Так И пушка Защищайся 659 Класс 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 Есть ли смысл Что-то с ним поделать Атакующей магии У нас нету Возможно Зря Я хотел снять Машку Чтобы куснули Эти ребята Может вот так вот вообще Вот Вот кстати Интересная мысль По-моему Я что-то Немножко уже подустал Какую-то Какую-то ерунду Делаю Ага Смотри Сейчас делает Пушка Бабах Хит на всяких Лучных грифонов Что-то они кусали Продолжались Кусали всё-таки Минотошек Да И залп за залпом Раз Два Три Отлично И Полная гора Кристаллов Хотел сказать я Но Видимо ошибся Почему? А зачем тогда не нужны? А, руда Что? Какие-то загадки Пошли бракодински Видимо для самых Только умных Вечером В среду После обеда Торговцы Как-то нет Магов построить Гильдию Я что-то не знаю Вот там будет Вот такая вот Пустая И чего Вернулся лазучик Которому было поручено Проследить за бесятами В анклаве Инферно По его словам В течение 4-5 дней Они достроят Некое странное Сооружение Похожее на врата Да ядрит Туды Опять 5 дней Осталось А что за тарака Не бега Правда Что в гонке С судьбой Ну снова смерть придет Уж не знаю В чем обличье Но придет Клады циклопов Подожди Здесь мы сможем Наменять максимум Ну наверное 40 Да В циклопах Там Может быть и кстати 50 Да Этих редких ресурсов А нет Титаны явно Не просто так стоят Ну что они тут В горах отдыхают Что ли В альпах На Куршевеле Битва с титанами Эхом грохотала Среди гор И совершенно Сыпались камни Страшно конечно Ну а Что делать то Нападать Думаю надо будет Нападать 4 9 В принципе приемлемые потери Но наверное Хочется как то Самим знаете Побороться С этими ребятами Редко их вижу И поэтому Особенно Пылка люблю Медведей все таки Побольше Но титаны тоже хорошо Так 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 Здесь я подозреваю У нас будет Наверное Е Молитва И все вперед И никто не боится Вот Такой план Такой план Так Так И А замедление Слушай А если замедление То мы выясняли Эмпирически Что благословение Лучше Наши и так добегут Их закроют Но при этом Еще и урон Принесут Достаточно хороший Вот Кусь Или не кусь Вот в чем вопрос Вот 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 в нужный момент Сделали Красавчики Минатоши Простите меня пожалуйста Но Мне правда Вот Вот больно Вот больнее Чем с крестьянами Вот честное слово Но Такова судьба Такова судьба Два Ну Просто есть грифоны Они что то еще Как то могут Да Ну Сделают А Вот Тут уже Тут уже нет Вперед Ребята Ну Куда ты Конечно Давай щит И Вырубай Красавчики Выдержали Щит прям подняли Подожди Да что А зачем Они здесь Тогда нужно были А зачем Они здесь Просто Нету тут ничего Тут снег Тут копать Вот это Ход Пароход Вот это Обманка Я прям Я прям Возмущен Ну а где Сто тогда Этих найду Получается Циклоп Этих Снегах Черт Или что Так там Тоже Может не хватить Там У этих Десять Бывает С вероятностью Ноль Наменять Тут еще По единичке Никуда не годится А что делать А давайте Для разнообразия Прервем Повествование Не на великой Битве Или засаде А на Сложной Загадке Как Кристиану И Лине Выбраться Из этой Снежной Ловушки Узнаем Через неделю Если конечно У них Получится С новым годом Большое спасибо Что посмотрели Огромно Благодарны Тем Кто поддерживает Канал До встречи Герои навсегда Субтитры создавал DimaTorzok